Ирочка осиливает подъем, держит бейсболку. Вход в башню, насколько я читал, обрушился. По непроверенным фактам и данным, что это был вход туда, на вершину в крепость. Всем привет, наши дорогие любители Крыма. И путешествий. Сегодня для вас очередное видео из Крыма. В этом видео вы узнаете, где устроить свой дикий палаточный отдых на побережье Черного моря. Какие достопримечательности посетить на южном побережье Крыма. И мы находимся между селами Морское и Приветное. Возле мыса как? Башенной. Да, это одно из названий этого мыса. Покажу вам кемпинг, который здесь находится. Кемпинг называется Чабан-Кале. И поднимемся к одноименной башне Чабан-Кале. Погнали! Начнем, пожалуй, с кемпинга, который здесь расположен. Кемпинг здесь дикий, в тени деревьев. Мыс Агиро, он же мыс Барея. Пашины, Черное море. Ребята, это классное место. Многие не знают про этот кемпинг. И мы открываем вам такую тайну. Как же сюда добраться? Вы едете из Алушты по прекрасной, великолепной дороге, которая пролегает вдоль южного берега моря в сторону Судака. Проезжаете поселок приветное. И практически доезжаете до поселка Морское. Будет поворот налево на Зеленогорье. Возле дороги будет музей. И вы сразу поворачиваете направо на грунтовую дорогу. И приезжаете вот к этому месту. Да, возможно, я открываю какую-то тайну. И дикари, которые здесь уже долгие годы останавливаются, будут мне за это не очень благодарны. Но такие места нужно знать всем. Классное место. Пляж здесь каменистый, крупный камень. Море сегодня штормит. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. Дует сильнейший ветер, поэтому снимаем без стабилизатора с руки. Но с микрофоном. Хотя микрофон может не спасти от каких-то помех из-за ветра. Ну вот смотрите, в тени деревьев люди поставили палатки. Приезжай сюда с караванами. Но огромная просьба ко всем, кто будет приезжать на дикие кемпинги. Не оставляйте, пожалуйста, после себя мусор. Не разводите костры. Пользуйтесь закрытым огнем, мангалами, печками. Воды здесь, насколько я вижу, нет. Так что привозите воду с собой. Мы же вместе с вами поднимаемся на сам мыс. И будем идти по узкой тропинке. Как заявлено в картах МОПСМИ, 450 метров маршрут занимает 7 минут к башне Чубан-Кале. Но хочу сразу предупредить, карты МОПСМИ показывают один крутой подъем, который вот такой вот. Одолеть его будет сложновато. Мы же для себя выбрали другую тропинку. В принципе, все тропинки здесь от кемпинга на башню ведут непосредственно наверх, на вершину мыса. И смотрите, какие прекрасные виды открываются отсюда. Мы поднялись совсем немножко. Ну, виды просто великолепные. Мыс Хамелеон. Мыс Носорог. Море. И чуть дальше, вот там в бухте, возле села Морское, есть еще один дикий кемпинг. Ну, про тот кемпинг знают многие. Мы же продолжаем свой подъем к башне Чубан-Кале. И вот она уже вот там виднеется. Теперь пару слов про эту башню. Башня построена в 15 веке. Построена она братьями-генуэзцами, купцами. По различным историческим фактам, купцы были очень злые. Ну, так написано в различных интернет-источниках. Немножечко отдышка. Эта башня, ребята, вот она за деревьями, вот там вот виднеется. Эта башня была частью оборонительных укреплений Генуэзской крепости. Немного ранее я вам рассказал, как найти это место, место кемпинга. Но для тех, кто, может быть, что-то не поймет, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там будут координаты этого места. По фотографиям, да, Ирочка? Я пропишу координаты, и фотографии будут прикидываться. Да, Ира пропишет координаты. Так что, ребята, все, кто захочет приехать сюда, потому что палаточный отдых сейчас, ну, очень сильно развивается. Подписываемся на телегу. Смотрим координаты, смотрим фото. Ну, и все новые зрители, подписываемся на наш YouTube-канал. Мы же продолжаем наш подъем. Практически вышли уже на вершину мыса. Оттуда, я уверен, будут открываться великолепные виды. Вот она башня. То есть мы поднимаемся с такими остановками, расстановками. Снимаем видео. Ну, каких-то 3-4, может, максимум 5 минут. На тропинке нас встречают вот такие сооружения, но это, скорее всего, не старое сооружение. Скорее всего, это уже более современное сооружение. Кто-то сложился вот такое место. Ну, место для отдыха будем говорить так. Что ты говоришь? Домик чей-то был. Наверное, домик. Да, еще пару слов про эту башню. В 17 веке начали называть это место пастухья башня, потому что это место очень полюбили. Пастухи, они в непогоду загоняли свой скот именно в это строение, в башню. Ну, не в это, которое вы сейчас видели, а именно в саму башню, которую мы вам покажем чуть позже, когда к ней подойдем. Вот непосредственно сам кемпинг, дикий кемпинг. Дорога, по-моему, СМИ показывает вот здесь, по гряде холма. Конечно, дует ужасный ветер, и, возможно, микрофон не справляется с этим ветром. Продолжаем подъем вверх. Вот та тропа крутая, про которую я вам говорил. В принципе, ничего сложного нет. С передышками, с передыхами все можно осилить. Везде можно дойти. Но виды отсюда, ребята, открываются просто шикардосовские. Ирочка осиливает подъем, держит бейсболку. Микрофон я отстегнул от футболки, где он был прикреплен. Он взял в руку, потому что, ну, ребята, Витруган, смотрите сами, какой дует. Да, возможно, немного неудачное время выбрали мы для съемки этого видео. Из-за того, что штормовое предупреждение, конечно же, в Крыму. Я об этом говорил. Вот они, остатки этой башни. Башня, конечно, разрушена. Время все-таки не щадит. Оно берет свое, и камень разрушается. Но представьте, сколько трудов стоило, чтобы поднять вот этот вот камень сюда, вверх, на вершину мыса. И построить здесь башню. Труд, конечно, неимоверный. Вход в башню, насколько я читал, обрушился. Ребята, простите меня за ветер. Меня самого сдувает. Давайте зайдем в саму башню и посмотрим, что же осталось здесь внутри. Башня совсем небольшая, конечно же. Камень уже обвалился. Значит, вот так все это выглядело. Узкие окна бойницы присутствуют. Или это просто окна для ветра. Кто знает, пожалуйста, напишите. Я впервые такое вижу. Возможно, это вот такая ниша для притока воздуха во внутрь башни. Ветра здесь внутри башни, конечно же, нет. И кайфуша. Виды на миллион. Ребята, прекрасное море. Штормящее сегодня море, конечно же. Виды. Видно даже Медведь-гору отсюда. Там поселок Рыбачье. Класс. Просто великолепно. Всем рекомендуем сюда приехать. Ну, если не для отдыха с палаткой, то хотя бы совершить вот такой подъем трек сюда на башню. Посмотреть, полюбоваться и прикоснуться к истории. Ирочка держит бейсболку, опять же, чтобы она у нее не слетела. Заходи, здесь ветра нет. Да, ну, пожалуйста, если вы будете гулять по таким местам, соблюдайте меры безопасности, меры предосторожности. Одевайте удобную обувь обязательно. Летом солнцезащитный крем, водичка это обязательно. И поднимайтесь, пожалуйста, по тропинке аккуратно. Ну, и опускайтесь тоже, конечно же. Давайте обойдем эту башню по кругу и посмотрим, может быть, что-то сохранилось. Ох, ветру гана у нас с ног сносит. Вот, смотрите, вот как дует ветер. Сильно, сильно, очень сильно дует ветер. Возле башни есть также остатки стены. И здесь еще есть, по-моему, или очаг, или какая-то емкость для приготовления вина. Потому что, ну, все-таки генуэзцы были мастерами в приготовлении вина. Это у них не отнять. Вот, смотрите, или очаг, или емкость для изготовления вина. И вот непосредственно остатки стены. Все, конечно, заросло. Все это постепенно разрушается ветрами и дождями. И вот еще одно какое-то сооружение, которое наполовину сохранилось здесь, возле этой башни, возле башни Чебанкале. Опять же, вот такая вот выемка. То есть, как бы, похоже, вроде, на колодец. Но это не колодец, насколько я понимаю. Приносим извинения за помехи из-за сильного ветра. Некоторые в комментариях пишут, что купил же себе микрофон. Ребята, микрофон есть, он есть с ветрозащитой. И он не один, но не всегда микрофон с ветрозащитой спасает от сильных ветров. Какой-то ветерок не сильный. Да, возможно, помех не будет. Но даже вот сквозь эти микрофоны, а они, кстати, не дешевые. Да, здесь двойная защита. Не пять копеек. Но все равно могут быть помехи из-за ураганного штормового ветра. Опускаемся с башни вниз. И смотрите, есть вот такие вот импровизированные места для установки палаток. Но, ребята, знайте, что палатку здесь ставить нельзя. Да, это природоохранная заповедная зона. Разводить здесь огонь категорически нельзя. Хотя место вот такое манящее, замечательное. То есть все, кто захочет остановиться, пожалуйста, на кемпинг, который находится чуть ниже. Туристка опускается вниз. И, ребята, может быть, многие не знают, что опускаться вниз с вершины горы тяжелее, чем подниматься. Да, поднимаетесь вверх, у вас идет отдышка, перепады высот. Но опускаться вниз тяжелее. Потому что после сильного спуска, когда он длительный и вот такой вот наклон сильный, у вас будут болеть икры ног. Нагрузка на ноги, болят большие пальчики, потому что упирается. Потихоньку можно, да, искаться. С крепостью мы уже опустились вниз к палаточному лагерю, к кемпингу. И от кемпинга поднялись немножко выше по грунтовой дороге. Есть вот такая достопримечательность. Какой-то туннель в горе. По непроверенным фактам и данным, что это был вход туда, на вершину в крепость. Но опять же, эти факты непроверенные. Есть фотографии этого места. Кто приезжает сюда, все это фотографируют. И каждый придумывает и надумывает сам себе. Кто-то пишет, что это был какой-то подвал. Кто-то, что это был проход к башне. Но смотрите, вот этот вход, вот этот туннель. Башня вон где. То есть, я думаю, невозможно прокопать такой туннель. Это титанический труд, конечно. Сегодня в нашем видео вы увидели новое место для своего отдыха. Возможно, кто-то сюда приедет. Возможно, кому-то это место не понравится. Но, ребята, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Когда начали говорить прощалку в финальную часть видео, ветра не было. Сейчас опять поднялся сильный ветер. Ну, Анасим, не смеем вас задерживать. До встречи в следующих видео. Всем пока!